Ребята, всем привет! Меня зовут Аня и спасибо огромное, что заглянули на мой канал. Сегодня я вам расскажу историю о двух своих подписчиц. В первой истории будет даже видео того момента, о котором я вам расскажу. Поэтому, если вам интересно, то, конечно же, устраивайтесь поудобнее и давайте начнем. Но перед началом данной истории я, конечно же, попрошу подписаться на свой инстаграм. А теперь погнали! Хочу рассказать маленькую историю. Да, возможно, она будет не такая уж интересная, не такая уж зрелищная, но я думаю, она может быть полезна для многих девушек и вообще, в принципе, для всех. Это было буквально неделю назад. Время почти 2 часа ночи. Мы задержались с парнем у друзей. Парень меня, конечно же, провожал домой, но в этот раз он проводил меня, и, знаете, до моего подъезда оставалось буквально прям пару метров. Мы попрощались, и он ушел. Я начала искать в сумке ключи, и, собственно, из-за этого я немного приостановилась. Вдалеке, с правой стороны, я увидела мужчину, и он увидел меня тоже. Когда он меня увидел, он приостановился и начал на меня смотреть. Это продолжалось буквально 5 секунд, но для меня это была целая вечность. Я и он стояли на месте и смотрели друг на друга. Было бы просто замечательно, если бы в этот момент произошла искра буря безумия, как в фильмах. Но нет. Я почувствовала дикую тревогу и начала идти к подъезду. Он ускорил шаг. Я автоматически начала набирать номер молодого человека. Дело в том, что он жил неподалеку, и я надеялась, что если вдруг за мной погонятся, я бы по телефону разговаривала со своим парнем и говорила, где я и куда ему нужно бежать. Мы с этим мужиком пересеклись прямо возле моего подъезда. И нет. Он мне сказал типичную, почему такая красивая девушка одна в такое позднее время. Он протянул мне какую-то конфету и сказал, на, возьми. Я, мягко говоря, была в шоке и реально подумала, что у него просто какое-то психическое расстройство. Я поблагодарила и отказалась. А он, в свою очередь, повысив голос, сказал, возьми, я сказал. Я попыталась его обойти. Он в последний раз сказал, возьми с матом. И я ускорила шаг. Открыла дверь домофона, надеясь, что он не пойдет со мной. Так и случилось. Он не зашел со мной в подъезд, и я выдохнула. К какой морали я рассказала данную историю? Иногда люди могут использовать такую технику. Протягиваться что-то человеку. И человек может взять эту вещь либо потому, что ему интересно, либо потому, что неловко отказывать. Когда человек тянется за этим предметом, тот, кто протягивает, может с легкостью взять этого человека за руку. И вряд ли он куда-либо убежит. Это очень частая практика педофилов, например, которые детям протягивают конфетку маленькую. Конечно, маленький ребенок, он не осознает то, что это неизвестный человек, то, что нельзя брать чужое, там, и так далее. И он протягивает свою ручку, и этот ненормальный может сделать им все, что угодно. Вот такая вот история. Я надеюсь, вам было интересно ее посмотреть, потому что, ну, первый раз в своем видео, именно в данной рубрике, я вставляю прям видео из реальной жизни. И поверх этого видео идет мое повествование. Мне очень понравилось. Напишите, как вам. Если вам понравилось, то я буду практиковать это довольно часто. А вообще, на самом деле, ты очень смелая девушка, что зашла в свой подъезд. Конечно, с другой стороны, я не знаю, куда бежать, особенно в такое позднее время, никого рядом нету из прохожих. Не знаю, что делать в таких ситуациях, но тебе повезло, что он не пошел с тобой в подъезд. Потому что, ну, я бы не удивилась, если бы такое произошло. Молодец, что ничего не взяла у него из рук, потому что я знаю про эту практику, так сказать, я знаю эту тему, и поэтому это реально очень опасно. Я даже, когда еду в такси, мне таксист, например, поворачивается ко мне, это несколько раз оно так было, и протягивает мне то ли конфетку, то ли кунь-шоколад. Я всегда отказываюсь. А, или я один раз взяла, это было очень давно, но я ее не ела, потому что, опять же, мало ли что в этой конфете. Конечно, вы можете сказать, что у меня все это дело до паранойи дошло, но мне так живется легче и спокойнее. А мы переходим к следующей истории, и следующая история не менее страшная. Мне 26 лет. У меня были отношения, были молодые люди, но никогда серьезных отношений у меня не было. И, собственно, именно поэтому вплоть до 26 лет я жила с родителями. Конечно, меня из родного дома никто не гнал, но я сама понимала, что уже пора начать самостоятельную жизнь. И взяла ипотеку. Я купила квартиру в хорошем, новом доме. Был очень приличный район. В этой квартире уже был ремонт, поэтому я въехала туда практически сразу. Оставалось только некоторую мебель докупить. Первая ночь в этой квартире прошла отлично. Конечно, я просыпалась буквально от каждого шороха, потому что, ну, это неизведанное пространство, местность новая. Сны были неспокойные первые дни, но потом все наладилось. Вот я прожила в этой квартире где-то около месяца. Все было более чем замечательно. Но наступило 25 марта, и этот день я не забуду никогда. Время было около 12 ночи. В этот день у меня был выходной, и на следующий день тоже выходной, поэтому спать я не торопилась. Хотя обычно в это время я уже давно сплю. Я лежу в постели, читаю книгу. В квартире полнейшая тишина. У меня даже на фоне не играл ни телевизор, ни музыка. Тишина. И в какой-то момент я начинаю слышать странные звуки, которые доносятся из коридора. Где-то с минуты я сначала прислушивалась к ним, но эти звуки не утихали. Мне стало не по себе, потому что я элементарно не могла понять природу этих звуков, откуда они. Поэтому я встала с кровати и пошла к входной двери. Именно оттуда доносили звуки. Я посмотрела в глазок, и я увидела мужчину, который копошится в моем дверном звонке. Это был не мой знакомый какой-то. Это был не мой отец. Не мой брат. Я не знала этого мужчину. И почему я говорю об этом с полной уверенностью? Потому что у него не было ни маски на лице, ни какой-то кепки. Он был просто в куртке, в джинсах, в обуви. Все. И он вот знаете, что-то делал в моем дверном звонке и постоянно оглядывался по странам. Как будто ему страшно. Изначально моя первая реакция была, я хотела ему что-то крикнуть. То, что вообще-то тут люди дома, уходи, что тебе надо и так далее. Но меня что-то остановило. Что я, собственно, сделала? Я ушла в самый дальний угол комнаты. Чтобы он меня не слышал. Трясущимися руками набрала номер полиции и позвонила им. Мне сказали, что полиция в ближайшие 15 минут будет на месте. Потому что мой участковый как раз находился рядом. И я не знаю, каким образом, может быть, когда я заново подходила к двери, там скрипнула половица. Или он просто услышал шорох. Когда я подошла к двери, он сказал. Слышь, я знаю, что ты живешь одна. Знаю, что некому тебя защитить. И если ты вызвала полицию, тебе не поздоровится. Эти слова настолько отпечатались в моей голове, что я помню все дословно до тех пор. Вот знаете, когда я услышала эти слова, меня будто бы окатили ледяной водой. У меня был шок. Руки еще больше затряслись. У меня затряслось все тело. Я буквально хотела рыдать. Но я взяла себя в руки. Я все-таки взрослый человек. И я решила у него спросить. Потому что он все-таки понял, что в квартире кто-то есть. Спросить, кто он и что ему нужно. Далее я дала ему понять, чтобы он немного успокоился. Я ему сказала, что полицию я не вызывала. В мои вопросы он не отвечал. Ответило лишь то, что он с мой сосед. А с какого этажа он мне сказал. Понятное дело, номер квартиры тоже никто не сказал мне. Я пыталась с ним завязать диалог. Потому что я где-то читала. В таких случаях хорошо работает психология. Нужно дать ему понять, что вы находитесь буквально на одном уровне. То, что все нормально. То, что ты понимаешь, зачем он это делает. И так далее. Я пыталась с ним разговаривать. Но в ответ была тишина, к сожалению. И я вот все это ему говорю. И он продолжает копошиться в моем дверном банке. Было видно, что он скорее всего делает это первый раз. Скорее всего он не знает, как взламывать квартиры. Потому что реально делал это очень долго. В какой-то момент, когда я не слышу, что он мне там говорит. Он ничего не говорил. Точнее. Я только слышу, как пытаются взломать мою дверь. Я посмотрела в дверной глазок. Я увидела его глаза. Знаете, было ощущение, что он под чем-то. Потому что глаза его были не как у здорового человека. Они были какими-то стеклянными. Вот так вот как-то они бегали. В общем, ненормальный какой-то человек был под чем-то. Еще что я заметила, у него очень сильно тряслись руки. И честно признаться, я не решалась это уточнить. У него, ну мол, пил ли он что-либо вообще. Потому что боялась, что реакция будет неоднозначной. И буквально через пару секунд, после того, как я поняла, что мой собеседник нечист, так сказать, позвонил в домофон. И он сразу понял, что это полиция. Видимо, он не такой уж и тупой. Я получила свой адрес. Короткая. Сучка. И он убежал. Поднялась полиция на мой этаж. Я им все рассказала. Они зачем-то сфотографировали мой дверной замок. Хотя там никаких признаков взлома вообще не было. На вид он был вообще не поврежден. И когда я вставляла туда свой ключ, чтобы проверить, потому что, ну вдруг все-таки он каким-то образом сломал мне замок, все было в порядке. Зачем они его сфоткали, непонятно. Потому что, опять же, внешних деформаций даже не было. Они могли бы снять отпечатки с двери, отпечатки с замка дверного, но они этого не сделали. В подъезде у нас есть камеры, но они, к сожалению, только на первом этаже. И когда полиция попросила записи с камер у моего ТСЖ, они ничего не нашли. То есть мы смотрели их вместе. И там, вот, я же запомнила его внешность. Подобных людей не заходила и никто не выходил из подъезда. Это реально какая-то мистика. Ну, правда. И, конечно, несколько недель после этой ситуации я жила с родителями. А потом я поняла, какого черта? Я вообще-то плачу за эту квартиру немаленькие деньги. И из-за какого-то левого человека я боюсь вернуться в свой собственный дом? Ну, уж нет, мне это не подходит. Поэтому я попросила своего лучшего друга переночевать со мной несколько дней, чтобы я поняла, что мне ничего не угрожает. И вот после той ситуации я больше его не видела. Я о нем не слышала. Никаких похожих ситуаций у меня в подъезде в доме не было. С этой историей можно подумать, что, возможно, мне это приснилось. Но нет, это реально было. Но я не знаю, куда испарился этот человек. Ребят, вот такая вот история на самом деле очень странная. То, что, ну, ладно, там, например, после этой ситуации он никуда не выходил из своей квартиры. Но он как-то в дом-то должен был попасть. Почему вы не смогли найти его какие-то признаки? Хотя бы. Очень странная история, но хорошо, что все-таки он убежал, что он был такой неумеха и не смог так быстро, как, я думаю, мог бы, открыть твою квартиру. И непонятно вообще, чего ему нужно было. Вероятно, он думал, что дома никого нету, хотя почему. Или он думал, что ты спишь. Как вариант, он хотел, может быть, тебя обокрасть. Или он какой-нибудь психобольной насильник, я не знаю. Но хорошо, что ты больше о нем не слышала. И надеюсь, что ты больше ничего о нем не услышишь, не увидишь его никогда. Напишите ваше мнение по поводу, что первое, что второе истории в комментариях. Мне будет очень интересно. А мне было приятно провести с вами это время. Надеюсь, вам тоже. А мы увидимся в следующем ролике. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok